Пока в сети потихоньку нарастает ажиотаж вокруг будущего анонса Galaxy S9, Samsung, тихо и без шума, обновляет один из своих самых бюджетных смартфонов J2. Сами понимаете, что конкуренция в этом сегменте уже просто зашкаливает, и тем интереснее посмотреть, на что Samsung сделала акцент и кому стоит присмотреться к этому смартфону. С обновлением года в названии смартфона мы, конечно же, первым делом ждем роста характеристик. И в этом плане без сюрпризов, цифры подтянули. J2 переехал на более шуструю платформу Snapdragon и немного нарастил объем памяти. За счет этого новая J2 стала на голову выше предшественника. По большей части за счет графики Adreno 308. Например, она уже более-менее осиливает серьезные игры на минималках, а не только всякие аркады. Я даже в танке смогла снос накопнуть при 30-40 фпс. Операционка тоже радует. Тут Android версии 7.1. Забивать оперативку лишними приложениями не стоит. Смартфону становится тяжко, так что чем проще, тем лучше. Максимум 2-3 мессенджера, YouTube и браузер с парой вкладок. При таком сценарии все работает вполне бодренько. Кроме характеристик хочу отметить камеры. Они тоже подросли. Основной модуль до 8 мегапикселей, а фронтальный до 5. У последнего есть вспышка. Примеры фото и видео можете оценить самостоятельно. О главных изменениях рассказала. Теперь хочу сосредоточиться на разных приятных мелочах, которых в бюджетнике не так много, но все же они есть. Первым делом обратила внимание на три слота для карточек. Сюда можно поставить две симки и плюс карту памяти до 256 гигабайт. Выбирать не нужно, и это хорошо. Еще немного о памяти. Вдобавок к 10 свободным гигабайтам встроенного накопителя Samsung дарит 15 гигабайт облачного хранилища. Думаю, тоже многим пригодится. Учитывая возможность спокойно ставить две симки, не лишней будет функция двойной мессенджер. J2 поддерживает установку двух разных аккаунтов для одного и того же мессенджера. Например, можно залить два вайбера, и каждый будет привязан к своему номеру. Да, функция не новая, но полезная. И, наверное, главной приятной мелочью является экран. Пускай разрешение для пяти дюймов и небольшое, зато матрица супер амолед. Она выдает сочное и контрастное изображение. Придраться могу разве что к расположению динамика. С одной стороны, как смартфон не бери, он не перекроется. А с другой, играет не совсем туда, куда нужно. Добавляем сюда вышеописанный сценарий с легкой нагрузкой, и уже можно сделать выводы. Galaxy J2 2018 года – это добротный бюджетник, который рассчитан на среднюю нагрузку. Если вы активный пользователь и планируете работать сразу с кучей программ и еще частенько запускать игры, то, скорее всего, этот вариант не для вас. Но если вы ищете себе первый смартфон и больше доверяете именитым и проверенным брендам, собственным сервисам и фирменными фишками, то к новой Джейке точно стоит присмотреться. Пишите в комментариях, как вам новый J2 2018 и делитесь, каким количеством программы мессенджеров пользуетесь вы. Часто ли упираетесь в объем оперативной памяти? Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить другие интересные видео. Такие как обзор Samsung Galaxy J5 и J7 2017 и разбор линейки Motorola. Пока!